Добрый день, мои хорошие! Добрый день, уважаемые подписчики! Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости Титул. Делаем мы с вами очередную серию «Один день с Николаем Сомсиковым». Сегодня ждут нас поездки в село Школьное, в дом за 6 миллионов в городе Белореченске. Там и бассейн, баня и так далее. Обязательно мы вам его покажем. И ждет нас сегодня дорога в Горячий Ключ. Да, друзья, я вам обещал, что будем скоро изучать Горячий Ключ. Дай бог, что получится, хотя бы 3 дома посмотреть. Вот сегодня будем держать путь именно в Горячий Ключ. Но по пути я заеду обязательно к моему штурману Степе. Запчасть надо завести ему, чтобы он автомобиль наш дел гоночный. И я покажу вам дорогу, которая соединяет Хадыжинс и Горячий Ключ. По этой дороге я не люблю ехать, но у меня выбора нет. Это будет самая короткая дорога, которая с той стороны, со стороны Абширонска, в сторону Горячего Ключа. Я вам покажу эту дорогу хотя бы так. Она просто убитая. Но ничего страшного. Все, друзья, смотрим ролик с вами. Ребятки, заезжаем мы сейчас в село Школьное. Будем сейчас смотреть коттеджик такой, как я его называю. У него статус квартиры, там земельный участок, гаражик. Сейчас обязательно покажу. Вот видите, Школьное. Так, мне звонят. Да, Андрей? Ну, я понял. Ну, две машины, да, Гравия надо будет? Ну, ты давай сейчас это очисть, пока это все. Вот, ну, я имею в виду покоси травы. Все, я потом подъеду, посмотрю. У тебя, смотри, во всех дворах покоси, во всех. Все. Давай, там и сзади, и спереди, и так далее. Давай, Андрей. Давай. Вот, друзья, заехали в Школьное. Тысячу извинений отвлекли по работе. Налево у нас Алексеевка. Направо сейчас мы поедем к этому домику, либо квартиры. Ну, на самом деле, это квартира по документам. И знаете, самое главное, что там школа и садик рядом. Сейчас я вам обязательно его покажу. Вон, с левой стороны здания, двухэтажное кирпично-белое, это уже садик. И вот этот домик, куда мы едем, он находится вообще рядом с школой, садик, все абсолютно с шагом. Видите, от ворота опять звонят мне. Да, Ёль? Да, да, удобно, Ёль. Друзья, смотрите, вот сейчас буду снимать вот такую квартирку. Она двухкомнатная, с автономным отоплением. Это кухня-гостиная. Вот самая большая спальня, друзья. Здесь, видите, ну и ламинат, но тут состояние очень хорошее именно вот этой комнаты. Вот эта комната поменьше. Радует, что комнаты изолированные. И сейчас покажу вам туалет-ванну. Сейчас буду делать обзор на вот эту квартиру. И, кстати, здесь у него получается земельный участок и хозпостройки. Вот такая ниша. И вот мы видим с вами туалет-ванну, унитаз. Стиралка помещается. Давайте сейчас обзорчик сниму и скажу свое мнение про нее. Посмотрели мы вот такую двухкомнатную квартиру. Я даже не знаю, как правильно назвать, но давайте как по документам. Двухкомнатная квартира. Прихожая, туалет-ванна, кухня, гостиная совмещенная и две изолированные спальни. Земельный участок, гараж, хозпостройки, сад. Там где-то около 10 деревьев. Рядом школа, садик. Садик и школа вообще, друзья, я не знаю, так через дорогу пройти, сразу садик, школа. И школа двухэтажная, садик хороший. Получается игровая площадка, спортплощадка вот в этом селе находится от города где-то в пределах 20 километров. Регулярно ходят автобусы, маршрутки и так далее. В принципе, неплохой вариант. Сейчас дальше держим путь. Вот нас сейчас ждут продавцы. Будем сейчас показывать, что мы дальше смотрим с вами. Заехали мы в город Белореченск обратно, после села Школьного. Это у нас центральный заезд. Я до этого его много-много раз снимал. Вам его, ну, думаю, еще раз сниму. Сейчас поедем домик смотреть. Там, если не ошибаюсь, он стоит 6 миллионов. Вот посмотрим с вами, что у нас стоит 6 миллионов. Говорят, ребята, что очень-очень хороший дом. А вот эта дорога у нас улица Полевая. Она Микрон Северная. Думаю, вы тоже помните. До этого я как-то делал обзорчик по этой улице. Ну, сейчас мы заедем на улицу Килл-Лемецкого. Вот, думал, грузовик прямо поедет. А он тоже налево поворачивает весь вид. Так, да, Дим? А? Ну, не знаю. Юг, не знаю. Позвонил. Ну, не знаю. Ну, у него эта дверь такая с углублением. Правильно, Дим? Все это. Он, да, да. Ну, значит, это да. Ну, пусть звонит, узнает. Давай. Так, сотрудник не мог попасть, но попал. Так, едем, едем. Ну, тут асфальтированная дорожка такая неплохая. Улица широкая. Мне уже нравится этот дом, друзья. А ну, Кристина, открывай дверь, попробуй. Сейчас пока наши сотрудники открывают этот дом. Так, а что такое? Что тут? Автоматики нету, что ли? Да, друзья. Сейчас я поизучаю домик. Хочу вам так показать. Сейчас посмотрим. Ух ты ж. Смотрите. Ну, тут я не удивлюсь, что бассейн есть. Ой, вернее, баня. И тут еще хозпостройка. Да, тут я буду, наверное, видео снимать долго. Сад, смотрите. Белый налив. Такой запах вы даже не представляете. Прям запах нереальный. Да. И персик, и груши. Я так, друзья, быстренько для вас покажу. А потом уже сам внимательно его поизучаю и для вас сниму. По крайней мере, хотя бы так. Да, так дом. Вот видно, что дом старая часть, а потом новая, я так понимаю, строили. Так. А что? Тут, наверное, двери закрыты. О, открыто. Так, это банька. Душевая, парилка. А тут свет у нас есть. Свет, свет, чтобы вам показать. Так, а где же у нас свет? Что-то... Ага, что-то... Ага, что-то... В принципе, раз, два, три... Ну, три-четыре человека точно. Так, мы с вами тут оценили. Слушай, ты видела? Угу. В таком глубокий... Тут, я не знаю, там метр тридцать, метр сорок точно будет. А тут что? А, для фильтрации. Ничего. Молодцы. Это у нас система очистки. Ну, я тоже. Сейчас я вот с этой стороны хочу зайти. Что у нас? Столетняя кухня, я так понимаю. Да. Молодцы. Прям. Так, в дом зашла, да? Да. Зайдем за дом. Тут дверь открывала, нет? Нет. Давай, попробуй, что она открыта. Она закрыта. А ну, открой, посмотри. Все открыто, отлично. Так, если ты так понимаю, кухня. А ну, Кристин, тут лампочки ищи, чтобы включить свет. А, вот я нашел. Уху! Тут заблудиться может. Так, я даже не знаю, с какой стороны зайти. Ага, вот, все, понял. Это, получается, мы зашли. Друзья, хотя бы так, на скорую руку вам сейчас покажу. Просто ролик, это чуть попозже выйдет. Да. Где тут у нас свет? Так, что-то я тут свет не вижу. Сейчас, друзья. Нет. Что-то я, Кристин, не могу найти здесь выключатель. А, о, спасибо. Кстати, люсерка вроде простенькая, необычная. Так. Ага, это уже старая часть, я так понимаю. Угу. Ну, прикольно, да, выглядит. И комнат сколько. Получается, раз, два, изолированная спальня. Так, друзья, ну, сейчас вот ванна. Без обид, что так показываю. Быстренько. Так, тут что у нас? А, это кладовка, да, вижу кладовка. И давай сейчас на второй этаж. Слушай, лестница вроде бы простенькая, но удобная. Ух, 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 ух. Слушай, дом с ума сойти. Для такой вид. Для такой вид. Так, а вот интересно, вот это под что? Типа имитация камина. Нет, дом на самом деле, это мы просто визуально проезжали. Не, не, это, а ну подержи камеру. А, сейчас, секундочку. А, вот всё. Вот всё. Давай. А, тут выход, смотрите. Там лестница. Смотрите, как классно. Продумано. Так, давай туда что? Это не закрываем. Я ещё. И вот тут что у нас? Так, спальня. Слушай, ну, дом необычный. Включай свет сразу. Не, не, он включится. Дом необычный. Так, а тут что? Ну, тут жесты нету пока. Да, дом классный. Мне пока нравится. Сейчас будем снимать его. Так, всё, друзья. Сейчас я сниму обзорчик. И вам сейчас скажу своё мнение. Ир, удобно разговаривать? Это, Ир, ну, слушай, если тебе не трудно, можешь Лидию потом в шестке отвезти там с вещами? Просто Даша заболела. Не, 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 мне мама позвонила. Ну, просто Даша, Даша просто занята. Ну, там, надо, надо, надо. А ты как освободишься? Позвонишь маме? Скажешь, что тётя Лен, я еду. Всё, помоги, пожалуйста, чтобы... Всё, давай. Всё, спасибо большое. Нет, там час делов. Там вы недолго не задержитесь. Давай, спасибо. Давай. Так, друзья. Надо клиентке помочь отвезти вещи. Посмотрели мы дом. Так, мои строители пишут, что начинаем зачистку. Сейчас, о, всё, начинаем зачистку. Это уже это, участок купили, который сейчас будем чистить. Посмотрели дом. Мне он очень сильно понравился. Тут, конечно, вам решать. У него цена, сейчас скажу точно по ключам. Клиенты оставили ключи. Вот, 6 миллионов. Конечно, площадь пока не знаю, какая. Точно обязательно уточню. Но дом на самом деле большой. Единственное, что я в гостиную попал, вот эту, которая с выходом, получается, лестницу вниз. Там я не увидел отопления. Ну, я имею в виду ни трубы, ни тёплых выходов абсолютно не нашёл. Ну, в доме там, конечно, больше плюсов. Я имею в виду и три спальни, кабинет. Как бы две гостины, мы их так назовём, летняя кухня. Кухня ещё в доме. Получается, большой гараж, навес. Что ещё? Сад хороший и так далее. Ну, вариант неплохой. Чуть попозже обязательно выложу ролик. Вот, честно, даже не знаю, либо вот эта серия выйдет раньше, либо тот ролик выйдет раньше. Тут определимся. Ну, если раньше выйдет вот этот ролик, уже, по крайней мере, вы уже будете представление иметь, что будет, ну, или не, как выглядит дом. Отдали мы Стёпе запчасти мои. И сейчас будем держать путь. Куда, Эльвир? Горячий ключ. Поедем по старой дороге. Кстати, надо людям показать эту старую дорогу. Я вот до этого говорил, что я не люблю, если честно. Ну, Эльвира, тем более, не была на этой дороге. Ля, какая красота, красота. Так, как Лёха говорит, зато у нас горы. Зато горы. Сейчас Эльвира будет звонить продавцам. Я чуть-чуть помолчу. А вы пока смотрите город Абшеронс потихоньку. Так, ну, мы тут пока паузу нажмем. Да, мы тогда покатались по Кадыжинску хорошо. Так, это что за улица? Она в Ворошилово. Друзья, едем по Ворошилово. Ну, дальше одностороннее движение. Повернёмся на право. Да, это центральная. Одна из центральных улиц. Не то, что одна, она и центральная, кстати, улица. Ну, в Абшеронске, видишь, лес как рядом. Это мы едем. Альвира такая рассказывает, как мы в пятницу прошлую покатались. А по Абшеронску, по Хадыжинску. Два на дна, хотел сказать, на горячие источники заехали. На эти, минеральные источники. Не, ну, пацан прикольно было такое. Так, и давайте я вам покажу. Так, сейчас поднимем. Вот так, вот так, где-то у нас далеко-далеко. О, детский садик справа. О, охрана в детском садике. Вот дядька сидит. Молодцы. Короче, мы будем выбирать пятницу на Абшеронске, Хадыжинску, чтобы отдохнуть. Ну, кстати, вот горячий ключ. Сейчас поедем, посмотрим его. Кстати, друзья, вот сейчас по горячему ключу. Вот скоро поедем. Я не могу сильно обещать прям по всем улицам. Но вот где вот будем ехать дома смотреть, будем вам эти улицы показывать. Хотя бы так. Будем потихонечку ознакомливаться. Я же обещал вам, что горячий ключ рано или поздно мы будем охватывать. Ну, это уже, что, центр считается, Абшеронска. Вон, памятник. Дядя Ленин, наверное, стоит. А ну, смотрим. Ну, да, дядя Ленин. Дедушка Ленин, вернее. А что за название вот эта улица? Ленин. Ленин. А, ну вот тогда вот это самое центральное. Все. Вот это самое. Ну, где Ленин, там и центр. Все. Это Дом культуры. Вот слева я смотрю у них. Кстати, где-то тут у них должен быть кинотеатр какой-то построили где-то. Парк, да, по левую руку. Ну, парк, он, конечно, намного меньше, чем у нас в Белоречке. Намного. Да, что-то, если честно, и карусели как-то у них тут не видно. Ленин, тогда и нет. Типа, типа, горочки и все. Ну, что, ну, да, вот, вот он и парк. Да, карусели нет. Скверик. Скверик. Ты громче говори, не стесняйся. А это что, школа у нас? Что-то не пойму. Ну, да, похоже на школу. Похоже на школу. На школу. А, вон кинотеатр я вижу. Вон, слева большими буквами. Юбилейный, если не ошибаюсь. Ну, друзья, это центр города Абширонска. Сейчас мы его помним. Вот кинотеатр построили. Ну, что-то он на вид какой-то маленький. Может, мне так кажется. Я ни разу, конечно, не был там. Не могу сказать по поводу внутри. Но с видом небольшой. И вот здесь концентрация многоквартирных домов. Больше пятиэтажей я в Абширонске не видел. Вот пятиэтажка. Там пятиэтажка. Больше нет. Больше нет. Да, в принципе, тут и нельзя, наверное, выше строить. Потому что тут больше гора. Здесь опасно, возможно. Вот игровая площадка. Магазины, магазины, офисы, магазины и так далее. Ну, кто-то мне звонит. Ой, а что это такое? Перезвонить. А сейчас узнаем. Так, кто мне звонил? Кто мне звонил? Супер. Деньги кончились. Так, хорошо. Сейчас будем пополнять. А вчера видели в группе там дождь. Все начали какое-то видео скидывать. А где, в Беларишинске там еще? Да, потом скинули этот Абширон, этот, Хадыжинск, 18-й год. А, ну, это... Потом в Краснодар затопили видео, еще что-то, я говорю, ну, все, в группе паника, все, говорю. Не, у меня, кстати, сегодня ситуация была, клиент пишет, что, Коль, у вас наводнение, там река поднялась туда-сюда с берегов. Я говорю, какая, я говорю, я вот живу там 400 метров 500 от реки Бела, где она, ну, как она, ну, дождь прошел, так чуть-чуть поднялась. А потом я начал выяснять, и в соцсети выскакивают ролики 18-го какого-то года, и, ну, и так далее. И опять же, и опять же, вопрос еще, самое интересное, не в городе Беларишинске, которого, а там где-то там, вот, ну, соцсети, та же такая штука. Да, 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 я клиенту говорю, что, я говорю, если надо, я могу сфотографировать, если что, я говорю, если принципиально. Да нет, знаешь, вот я живу сколько в городе Беларишинске, вот река от нас на самом деле, там, ну, 400-500 метров, она никогда не выходила, никогда. Вон, река Белая выходит, единственное, что, кстати, вот, видишь, горячий ключ направо, топ-сэ-прямо дорога, а вот эта вот дорога, так, давай сейчас пешеходов пропустим. Вот, друзья, сейчас будет дорога направо, горячий ключ, это, я ее называю объездная, сейчас, я, конечно, по этой дороге давно не ездил, но я когда тогда ездил, это трэш, это трэш был, дорога ужас какая, ну, сейчас посмотрим. Вот, это, и, так, что я хотел про, 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 про наводнение. Что никогда река не поднималась. А, река не поднималась. Вот, единственное, что было, когда в 2002 году наводнение, там пол России практически тонуло, и то вода поднималась вот в нашем районе, вот реки Белая, вниз по течению, вот ближе к плотине, вот это, это Алгогусь. Вот она вот выходила, где вот, ну, вот огороды, вот это выходит, а так, я никогда ничего такого, ну, не видел. Ну, видишь, люди, ну, сдалека сидят, и понятно, что они смотрят ролики где-то, что-то, как-то, ну, что происходит, понятно, что большая часть людей понимает, что, может быть, вот, кстати, касается Абширонска, говорит, Абширонск топит, да не Абширонск топит, а Хадыжинск топит. Я тоже всем людям объясняю, меня люди спрашивают, в каком районе находится, я им сразу отвечаю, место не топится. Они говорят, ой, а вы знаете, что я, меня интересует, я говорю, потому что я знаю, раз вы у меня спрашиваете, я уже понимаю, что вас интересует первый учрежденный район, не топило. Друзья, мы еще по Хадыжинску едем, чтобы понимали, пока еще Хадыжинск. Тут Сильвира просто диалог у нас идет, касается, ну, как люди звонят и говорят, что вот у вас наводнение было, а я уже, да не было у меня наводнения никакого, я говорю, вот, это, так, ну, там еще по Хадыжинску, тут школа вот справа смотрю. Ну, вот мне женщина звонила, я помню, вот, может, месяц назад, она по Белореченску, то есть она звонила, вот, у меня еще по Белореченску. Бля, а что это такое какое-то предприятие, смотри, интересно, а, это надо пивзавод, скорее всего, я так думаю. Так выглядит, как будто они сказали, что пивзавод какая-нибудь это. Да, 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 вот оно, да, вот у них вывеска, смотри, да, точно, пивзавод. Я хоть буду знать, где пивзавод, Хадыжинский, Хадыжинское пиво, но я его не пил, кстати, вот это тоже, видишь, Хадыжинское пиво, наверное, а, ну, а, а, это машиностроительный завод. Ой, я не знал, что это, вот, видишь, Хадыжинский, уже какие-то предприятия, ну, 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 и что, женщина? И она мне говорит, ну, по Белореченску, я говорю, да, про школу спрашивают, про все, я с ней долго разговариваю, она говорит, ой, говорит, Эльмира, говорит, ну, как, говорит, у вас же там Победу, Первомайскую, постоянно топит. В Белоречке. В Белоречке. Я такая, говорю, стоп, говорю, не помню, как ее зовут, это, говорю, подождите, говорю, вы что, говорю, я здесь живу, говорю, ну, уже, говорю, наверное, 30 лет, говорю, Белореченский, говорю, ну, вы знаете, вот в жизни, говорю, оно воприори, говорю, нельзя затопить эти улицы, говорю, при самом большом желании, говорю, так, понимаете, во-первых, ну. Ну, а помнишь, ну да, я, знаешь, вспомнил, я помню, сейчас скажу, 2 или 3 года тому назад, могу ошибиться, ну вот недавно, ну как, или 2 или 3, был, помню, летом такой сильный ливень, и вот улица Ленина, помнишь, улица Ленина, красное пересечение, и там углубление такое, и ливневка не справилась, а там, ну, метров, ну, 50, вот так, и там где-то, ну, по пол колеса, вот, легковой, вода поднялась, и помню, какой-то блогер так это все снял, как будто наводнение, да, как будто наводнение, там такое, что просто пипец, и все люди говорят, белореченство топят, друзья, не топят, значит, не бездоверной информации, да, 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 я помню, это очень хорошо, я ролик этот видел сам, но это не так, на самом деле, ливнев, а в Краснодаре тоже ливневки не справляются в некоторые, там вообще машины топят, у нас вот там по пол колеса, вот улица там 50 метров, а вот в Краснодаре я видел место такое, там такой ливень был, что прям крыша вот так торчала всего лишь, но в то же время дождь заканчивается, полчаса, и вода уже прям быстро уходит, да, очень быстро уходит, то есть, да, это вот эта дорога начинает? да, это дорога, вот эта, да, но она вот такая вся, вот такая убита, вот смотри, видишь, так что она, вот горячий ключ, 46 километров, широкая балка, вот, ну, вот она вот такая, вот сейчас, давай зрителям покажем, я, конечно, уважаемые зрители, не всю дорогу буду ехать, потому что, ну, память просто, ну, видите, вот дорога, вот, вот, кстати, вот тут асфальт был, вот, видишь, как снесло, вот, ну, как обвал, ну, это, блин, ну, дорогу они практически ее не делают, это какая, ну, старая дорога, я ее, видишь, для как упал снял, с ума сойти, это, подожди, это еще хорошая дорога, это еще хорошая дорога, сейчас, что дальше будет, там, это трэш будет, сейчас, чуть попозже, обязательно зрителям включим, так, ну, мы сейчас пока едем по Уляину, что-то собака духлая лежит, это что-то дюжик большое, они это чистят, вот, там же шеливневки, они чистят, они когда, вот, дожди сильные проходят, а вот это шлиства, все, ну, нет, тут пока дорога хорошая, сейчас вот дальше будет, сейчас дальше, ну, я тебе говорю, я года два-три, вот, по этой дороге не ездил, ну, посмотрим сейчас, я по ней никогда не ездил, ну, теперь будет же, хоть и зрителям и покажем, вот, видишь, уже, вот, вот, у полки какой-то, видишь, уже все, кусками, кусками это все происходит, ну, не все страшно, мы едем на Toyota Prado, на внедорожнике, зато красота, да, зелень вообще-то, красиво, еще на дорогу, кстати, вон, далеке какая-то деревня виднеется, мост какой-то, интересно, что за речка такая течет тут, что-то и название реки я вообще никакого не вижу, не видно, да, ну, не, не видно, балка, речка, а, это балочка какая-то, все, о, цивилизация кончилась, во, все, дорога кончилась, а еще 30 чем-то километров, вот это, да, вот, друзья, вот это, да, 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 вот эту я хотел, друзья, вам показать, вот эту дорогу, как она выглядит, кусками, там вдалеке я что-то видел, крыши какие-то, какой-то поселок, сейчас подъедем, обязательно тоже включу камеру, сейчас пока выключу, а вот опять мостик какой-то, кусочек асфальта, оно, подожди, не будем выключать, сейчас посмотрим, что дальше, чтобы зрителям показать, господи, все прыгнул, все шевелится, балочка, да, все, опять асфальт, уже видно, да, какие-то дома, а, вот магазин какой-то, вот видишь, у них какие-то вот трубы выходят, вот, я не знаю, тут, может, нефть когда-то качали, что-то бурили, я даже помню, какие-то нефтяные качалки были, вот мы проезжали, я не знаю, как правильно называют, вот магазин, да, и не написано, да, какой поселок, вот, яблочки, яблочки продают, ох, женщины с арбузами идут, бля, и не написано, какой поселок, да, заехали, не знаем, куда, да, там наверх, прям дома, дома, да, и внизу, вот, ну, смотри, опять асфальт качается кусками, вот эта дорога, которая соединяет Хадыжинск и Горячий Ключ, это не указатель, это объяснение, это, да, внимание, друзья, вот подъезжаем к Горячему Ключу, скоро, это вот сейчас поселок транспортный, и вот мы, на самом деле, вот тут, конечно, мне нравится, красиво, сейчас, секундочку, Андрей звонит, да, Андрей, а, что один осталось? покосите, и все, да, вот, ну, Андрей, смотри, Натальи Петровны нету, я в Горячем Ключе, если ты с пацанами договоришься, что привезли, я приеду, потом деньги отдам тебе без проблем, ну, сейчас пока, ну, я не могу, хорошо, ты мне скажи, сколько там машин надо? Итого, это все вместе выходит, а сколько машина стоит? Ага, и что, чтобы выровнять, еще 4 тысячи стоит? Андрей, давай мы сделаем с тобой так, вот, на 10 тысяч, все, я могу согласиться, согласиться, если что-то не устраивает, пожалуйста, я тогда, Андрей, если в 10 мы уложимся, я не против, а? Так, связь, связь поубежала, друзья, строители звонят, там, начинают чуть-чуть грузить, вот, я не люблю, вот, как это все делается, я люблю всегда точную сумму, а когда говорят, приблизительно, что-то, как-то, как обычно, ой, воспитываешь, 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 а толку нету, так, ну, что, красивые, да, места тут? Очень красивые, мне очень нравится, на самом деле, кстати, вот, вот мы, вот и церковь, вот это была, поселок, вообще красота, очень красиво, мне понравилось. Заезжаем мы с вами в Горячий Ключ, друзья, давайте сейчас хотя бы по дороге вместе с вами покатаемся, ухля, какой поселок строится, ну, коттедж, я имею в виду, видишь, домов сколько, да, сразу наша стихия, и половина из них, наверное, продается, кстати, и слева многоквартирные дома, ну, это частники строят однозначно, ох ты ж, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, сколько домов, сколько домов, друзья, вот мы сейчас будем потихонечку изучать этот городок, как вы мне часто пишите, звоните, Коля, давай Горячий Ключ, давай Горячий Ключ, давай Горячий Ключ, как Горячий Ключ, как Горячие Пирожки. Так, заезжаем, классненько, классненько. Сейчас, друзья, будем с вами записывать его, да, дома, конечно, тут классные, прям возьмем вместе, покатаемся, и посмотрим, наверное, я вот так сейчас зарядку включу, чтобы камера не отключалась. Ты что, пирай здесь вообще? Ну, да, проездом обычно. Ну, это ты по той дороге ездишь. Так, мы сейчас, кстати, едем снимать дорогой дом. Сколько, Эльвир, стоит дом? 30 миллионов. 30 миллионов, Эльвир, я тебе умоляю, он должен стоить эти деньги. Судя по фото, он прям супер. Ну, сейчас посмотрим, да. Поэтому, когда фото бывает, да, отличается. Надеюсь, что они не отличаются от реальности. Кстати, часто бывает отличаются. У меня клиенты недавно позвонили и сказали, Коль, поедь, посмотри дом. Ну, на самом деле, я беру, открываю объявление вот этого дома. Ну, на самом деле, классные фотографии. Приехал, а что там? А там реально совсем абсолютно другая. Ну, ничего. Так, что-то у меня завис навигатор. Ну, конечно, тут, смотри, разница существенная. Ну, тут и цена существенная. Цена, да, что самое главное. У нас клиенты приехали до 5 миллионов, я помню. Ольга Ивановна или Ольга Павловна, могу, конечно, по отчеству ошибиться. И она говорит, Коля, мы хотим посмотреть горячий ключ. Ну, и Дима, наш сотрудник, поехали, поехали, приехали где-то нет, говорит. За такие деньги можно купить только в Беларите. Ух, какая целька, бля, вдалеке. Друзья, конечно, давайте попробуем стекло помыть, может быть, хотя бы так. Целька прям красивая, вдалеке. Я тут давно-давно ездил. Вот в этом месте. Речушка какая-то. Так, пересекаем улицу Жулоба. Кстати, по какой улице едем? А ну, давай посмотрим, Эльвир. А ну, на заборах, смотри. Сколько еще найти? Не пишу, да, название? А вот-вот, смотри, справа сейчас. Ярославского. Ярославского. Получается, мы как бы почти к центру едем. Получается, да. Друзья, изучаем с вами горячий ключ вместе. Кто не был тут. Я как бы был, но я только, знаете, так вот на море, когда ехал мимо, проезжал и все. Так, кстати, он поговорит налево повернуть. Давай налево повернем. Слушай, сколько этажей, интересно. Тут надо этажей. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцатиэтажный дом. Так, Черноморская улица. Сейчас мы едем. Так, кто-то мне звонит. Сейчас, секундочку, друзья. Добрый день. Да, да, это Николай. А я вам звоню из Екатериного. Привет, города Белореченска. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что в ваших краях мне помастало наследство. Участок 26 соток на берегу реки Совхоз-Зарева. И мне надо его продать. Он там старый, он ни о чем не удерживает. Сама не меня. Подождите, Совхоз-Зарева, это какой район у нас? Это, ой, сейчас я вспомню, что забыла. Что мне ваших названия, как же они? Шаумяновский. А, понял. Да, да, да. Шаумяновский район, Шаумян. Шавгеновский. А, Шавгене, Адегея. Адегея, Шавгеневский. Да, да, Адегея. Вот. Ну, я как бы, там вот бывший участок, но так как мама в свое время его покупала сначала одну половинку, там вторую, и у меня на эти два, ну, получается, как два кадастровых паспорта на один участок. Вот. Ну, я бы посоветоваться с вами хотела. Насколько, как я могу, насколько продать, если что-то у меня получится, я бы с вами... А скажите, там на участке, на участке дом стоит, я так понимаю? Да, дом старый стоит. Но он, он с газом, как у вас там он? Нет, газ проходит возле дома, мама в свое время отказалась, она говорила, мне балон хватает на буты, это самое. Здесь склажина, ну и то, что огород прямо в реку входит. В соходе есть школы, магазины... А что за река у вас течет? Грязуха. Все, я понял. Ну, это грязуха, это только там, ну, такое, желтое, а так-то она прозрачная, короче. Хорошая рыба, рыба водится там. Я понял, что за речка. А там вообще кто-то живет, он пустой дом? Вот знаете, там был пустой дом, но сосед мне не так давно попросил, говорит, у нас тут погорелцы, двое молодых, можно я их пущу? Угу. Вот, и там целая история, оказывается, и там эта женщина, оказывается, здесь все поселилась. Угу. Вот. Ну, как бы она там, никто не на время, как бы, что погорелцы. А этот дед, который пустил ее, он помер буквально неделю назад или три. Угу. 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 Ну, а так-то, в общем, никто не должен жить там. Понял. Ну, я правильно понял, что мы, если приедем его посмотреть, у нас, ну, кто-то откроет, покажет? Ну, я думаю, что можно просто зайти. А, вы имеете в виду... Калитку, калитки нету там, калитку кто-то украл, как мне дедушка, сосед. Понял. Можно зайти свободно. Угу. И я вам свои данные дал. Угу. Пусть телефон есть. Меня зовут Татьяна Васильевна. Угу. 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 Вот. Собственник. Я не знаю, что вам, может быть, и вам выслать... Ну, что там надо, казахстан. Смотрите, Татьяна Васильевна, если вам не трудно... У вас WhatsApp есть на этом телефоне? Есть. Есть. Если не трудно, вы возьмите, вышлите, что у вас есть по документам. Я супруге Наташе покажу документы, она у меня юрист, она посмотрит. Ну, что к чему и как. И мы тогда, получается, планируем на той неделе быть в вашем районе. И мы заедем, обязательно посмотрим. Я вам потом перезвоню, и мы определимся, что дальше будем делать. Я так понимаю, вы там давно были, да? Я была, наверное, года полтора назад. Угу. Угу. Я сейчас попробую вам на WhatsApp это все скинуть. Угу. 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 Пишлите, что есть. А я потом супруга уже спишется, если что, она там, ну, скажет вот это, вот это, если не хватит. Угу. Хорошо, ладно. Угу. 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 Если все равно какие-то, наверное, затраты будут? Не, мы будем мимо проезжать, все равно мы в то геолокации часто бываем, не переживайте. Угу. Недельцовение. Хорошо, когда вам удобно сбрасывайте. Не надо. Ладно. Ну вот так, друзья, у нас получается, что люди вступают в наследство Сейчас Эльвир И уже сколько будут, два, да, не были скатаны Вот, записываю Так, друзья, путь держим дальше Простите, пауза была такая, но я же обещал показывать, как периодически я работаю и общаюсь с людьми Сейчас мы едем дальше с вами, ищем дом вот этот Эльвира за 30 миллионов Я аж сама думала, чтобы оправдать, что действительно Я, наверное, этот ролик назову, скорее всего, едем смотреть дом за 30 миллионов Вот на самом деле, кстати, вот ролик мы так Понимаете, потому что таких домов, в горячем ключе, много 25-30 штук Да, ну, да, много очень домов продают Так, показывают, что нам ехать прямо Ну, единственное, что мне в горячем... Ух, какая церковь, с ума сойти Эльвира, мы должны ее снять, когда будем ехать обратно Правильно, поехать надо Ой, друзья, там такая церковь красивая Единственное, что мне не нравится в горячем ключе Вот это подъемы, спуски Ну, узкие, как бы у нас шире улицы Конечно Ну, на вкус этого речения нет Ой, церковь какая Что, Эльвира, фотографируй мужа, отправляй своему Ой Как ты говоришь, есть к чему стремиться Да У вас получается, что забор Секрет А, он... я что-то понять не могу Он... А, это металлопрофиль, да? Да Молодцы Да Алло А, Ля, Илья сзади Да, 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 я вас слушаю Ребята... Извините, я не могу с вами разговаривать Меня нет времени Значит, смотрите, ребята Чтоб вы знали Потому что, ну, видите... Вот дом кирпичный, но в шестнадцатом году утеплен Видите, ширина Вижу Заменена кровля Все коммуникации с десятого года Мы его приехали Все, в смысле, да? Основания Посмотрели мы этот дом Я в ролике, который записал Выйдет обзор Я написал Вернее, сказал, что есть к чему стремиться Ну, тридцать миллионов Я надеюсь, только вместе И молчай Ну, знаете, друзья Наша задача показать Я всегда это говорю Наше дело показать А ваше дело уже решать Я сейчас не буду привязываться к сумме Вот Ну, для меня это неподъемная сумма Для многих нас это неподъемная сумма Но есть люди, которые могут себе это позволить Друзья, ну, смотрите Кабинет Три изолированные спальни Два санузла Кухня С кухней огромная терраса Гардеробная Гараж Бассейн Ну, пусть купель большой Мы так назовем Подвал большой Гараж большой Сад Лес Ну, все И это горячий ключ Это горячий ключ Понимаете, вот мы Ну, реально место красивое Место шикарное, друзья Вот, обязательно ролик выйдет Этого дома Чуть попозже Ой, у меня, знаете Вот, одновременно Как бы Такое восхищение И страх Ну, как бы цена На самом деле Ну, кусается Я такие дома Еще ни разу не снимал Я имею ввиду Постумость На самом деле Дом интересный, друзья На самом деле Интересный Я старался ролик сделать Вот, вы его посмотрите Оцените Так, ну что Едем дальше Дом смотреть Едем, друзья Дальше С вами Горячий ключ Изучать Что-то пасмурно Встало Наверное Дочь Пойдет А что-то да, как-то Это Солнышко Даже Пока снимали Кстати, за бортом 29 градусов 29 Нет, на Жарко Мне показывают Да, надо свернуть Это мой Венециановый, да? Ну, наверное Да, не Это другая улица А Тут, конечно, домики Папагачи Слушай, такой Необычный дом, да? Низкий Ну, большой А, это А, это Как квартира Смотри Да Уже Необычный А вы заметили Тут тоже Вот как Прямо район Этих дорогих Домов Прямо Да, да Не, мне нравится Тоже место Это вот Едем Сколько дом стоит? Ну, намного Меньше Чем мы смотрели Да Намного Так, внутри Продается Продается Я боюсь даже узнать Сколько он стоит Наверное А, вот Смотрите Да, тоже Красиво Приличный вид Так вы молодо Выглядите Так, дом Я так понимаю У вас Два хозяина Да? Два хозяина Кирпичный Внутри Кирпичный Снаружи Теплый И надежный Так, у вас гараж Да, получается А у вас гараж С дома Тоже есть Да, входит Только отсюда А так вот Он закрыт Да? Я могу открыть А давайте посмотрим Конечно Для меня Все важно Для наших Покупателей Родных Да Для наших Покупателей Родных Надо все знать Правильно? Правильно Так, что у нас тут В принципе Эльвир Яблоня Ну, яблоко Тут, конечно Хорошее Мне улица Понравилась Кстати, ваша Виноград Яблоня Улица Мне понравилась Да Еще виноград Так, окошка В подарок С блохами Я смотрю С блохами Мы ее помоем Помоете Да, помоете Давно продаете? Давайте я загляну Так, давно продаете? Ой, я не знаю Наверное, первый год Они как выставили А они Я свой продавала Это дети А, дети А почему так сделано? Ну, как-то вот По мосту Так наверх Как-то странно Так удобно Внизу Я банки могу поставить Ааа Машина Короче, все по фуншую Ну, гараж бы Конечно, да Вот воротины не хватает Для вот Ну, не заходит Да Странно Почему выше подняли? Я что-то понял Это для банок вы сделали? Ааа Я понял Для чего? Это он ремонтирует машины Если что Вот это убирает Вот это убирается Да, это понятно? Убирается Да А подвала тут нет у вас Да, ничего? Здесь ходит Близко Близко, да? Ну, я имею в виду Подвалы нельзя делать туда Наверное нет Наверное нет Так Идем дальше Так, ну, в принципе Ух ты ж, виноград уже воспелый Да, я смотрю Оно сейчас Ммм Ля, вкусно Нет Вкусно? Да, это уже Через чуть-чуть Да А это что у вас? Куда она уходит? В канализацию центральную А, у вас центральная канализация? У нас центральная канализация У нас скважина У нас чистая вода Молодцы Так, давайте с огородика начнем А как вас зовут, извините? Людмила Станиславовна Да Людмила Станиславовна Мучайте нас Да, если вы мучаете меня Я в этом деле А я В этом деле что вы имеете в виду? О, Гарик, ты отсюда вышел Здрасте Здрасте Хоть поздороваюсь О, как тут мало людей Курить-то вредно Это у меня гости сегодняшнее утром прибыли Это откуда вы? Ступеньки Под Тихорецком А, вы местные? Да И как в Тихорецке живется? Ну мы не заезжаем Тихорецкой Павловский район, станет Новолеушковская Ну и давно живете там? Давно, с самого рождения И короче там останетесь, правильно? Ну куда же вы делаете? Это самое Это Изабелла Виноград тут у нас А вообще, кто соседи у вас-то? Соседи новые Ну недавно тоже купили, да? Буквально, да Ага Так А это что у вас планировалось? У нас здесь стоял большой бассейн Четыре на пять Куда пропили? Ну, внучка выросла, дети уехали в Краснодар Я бассейн продала А у вас каркасный был, да? Да Это скважина Слушайте, ну можно любить соседей только из-за этой сливы А соседи эти хорошие С ума сойти слива А у вас вот скажите Это слива что же, да? Или что это? Да Это тоже слива Я слива, кстати, необычная такая Ну та слива тоже А вот кто живет у вас? Вот этих соседей не знаю Не знаете, да? Я смотрю, это тоже дом на два хозяина у вас? Да Раньше полковник тут жил примерно Потом он умер Как в той песне Пугачева Но настоящий полковник, да? Да А теперь я не знаю Так, ну земли я смотрю У вас где-то сутки три Вот так Это все вместе, да? Двоих, да У нас скважина у нас Вот это везде вода Разведена водичка чистая Видите, как она Скважина своя Вот скважина А, ну где? А, вот она заработала Все, все, все Сейчас я ближе И отсюда в дом, да, идет у вас? Ну пока нет Только полива А, это для полива А, все, все Я теперь понял Ага, это понятно Вот здесь у нас летняя веранда Где гостей встреча Кстати, для ступеньки какие? Ретро ступеньки Ступеньки там, но собака была здесь У нас сетка была А вот тут что у вас? А там немножко яма есть А, ну это как Как погребок Да, погребок Под пол, как я его называю Да Ну что, в принципе, тут можно Взять вот тут Что-то такое необычное А, это уже забор, да Я так понимаю? Ну тут под окном нашу А, все, я вижу А, это вон до нашего окна Там вход у нас есть Все, 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 понял Понял Это вы еще курите до сих пор? Что же сигарета такая бесконечная? Вот лет мы сюда А газ уже подведен, да, сюда? Ну газ у вас как? Котел отключаем А, все понял Ну короче, все по феншую Все по феншую Так, я чуть не понял Разуваться не надо? Вы как-то пошли Странно как-то Сухо и комфортно Проходила же Ой, а то что, свет не работает А, у вас все по феншую У нас по феншую Да, что ж такое Сегодня мне что-то на эти выключатели везет Ага, вон Так, все Котельная, да? Котель Так, газовая Ох ты ж, вы хорошую поставили Вот эту, молодцы Хорошая У нас и котел неплохой Не, не, котел Наш отечественный Просто вот есть вот такие дешевые А, кстати, коммуналка сколько выходит приблизительно На такой долю? Ну, летом я в дверь вмещаюсь вместе с интернетом Это летом? А зимой? А зимой я не знаю Я тут зимой не желаю А, тут где-то Пирожки Можете угощать А чем? С картошкой и капустой Вы положите нам пакетик? Пожалуйста Положу Это наша кухня Так, отсюда вход, я так понимаю Отсюда вход, да Помнишь, Эльвир, как нам женщина пирожки подарила? Ой, Свет, я сейчас хочу отсюда зайти Ага, вот И дом продала Кстати, да, вот угостила пирожками дом продала Так, я так понимаю, что зашли отсюда Так, подкову недавно повесили? Не знаю Вы не обижайтесь, я просто юморной Я просто не знаю Дети тут живут Еще вопрос, остается вот это? Все остается Кроме техники И кроме вас И кроме меня Метровановку пол остается Не-не, я имею в виду теплый пол Не утепленный Не утепленный Так, а где у вас тут свет? А у нас тут по фуншую А-а-а-а Да господи, что ж вы такое так у вас это чугун они дачу сейчас посмотрю сейчас я ухты чугун я такой раз вижу обои крашены да у вас в принципе а вы не знаете потолок вроде бы смотрю плиты перекрытия плите прикрытия на чуть-чуть на перешпаклевать такой слегонца по что видно это вен канал смотрю у вас чтобы тепло все так дальше что а теперь взрослая так ну тут радиатор я смотрю вы поменяли ой что-то я зацепился как а уже начали 1 до такой кусики откусики перекусики что такое так на бой конечно у вас поклели не фонтан до нанимали дали самих на было это получше на скорую руку называется ну ничего страшного так а это я так понимаю будет что-то да да конечно или что там а это у вас вот что золото там что нам на замке я открою поверьте мне я все так вообще замок зачем тогда нужен так мы вот так час камеру закроем чтобы это но я смотрю здесь можно это не на самом деле ой 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 да тут у вас кому глубокая а вас туалет ванна совмещен а подождите совмещенные подожди я туалет ванна вот я чуть так 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 я что-то позабыл а все все я понял все теперь я понял я да здесь согласен поддержу вас так у нас смотрю спальня тут спальня там слушайте но здесь перегородку надо сделать три спальни получится не лично перегородка просится потому что вот здесь вот она спальня спальня но здесь уже пошпаклевана и покрашена в принципе радую что спальня это ну я имею ввиду кровать двуспальня помещается остается даже плазменный телевизор вот этот все слава богу кстати я недавно такой телевизор у женщин за 500 рублей купил что еще продаете тут не не я вдруг что-то продают ну принципе нормально вам телефон звонит кстати они ваш так в принципе что получается спальня спальня еще раз спальня гостиная мы были вот тут и сколько цена 5 500 давно владелец собственности вообще как школы садики расскажите тут вообще а надо не пешком не дайте люди как-то ходят хорошо давайте вот пешком просто мне пине подождите давайте вот хорошо школа пешком сколько ребенок будет идти это не со мной это не да все понятно это вот татьяна или виктора хорошо касается больницы как дела тут а больница тут совсем недалеко напрямую это как поликлиника ли больница поликлиника ехать автобусы маршрутки маршрутка вот как мы ехали вот с этой стороны да получается в принципе короче плюсы есть учитывая что у вас тут космические цены ну вообще вы сравниваете это единственно что один есть минус это пункт единственно вот этот минус ну опять же это свое мнение говорю у вас стены принципе толстые смотрю да кирпичи не шлакоблок а у вас я смотрю вот решетки вот здесь вот здесь а кстати сейчас секундочку везде почему так сделала так сделали не надо их можно срезать все я понял и я просто уточняю я вообще говорю все я уточню это да когда лишнее убирается вот когда не хватает так отлично это да так отсюда выйдем да получается выгоняйте но выгоняйте не это я понял что тут остается так у вас это металлическая дверь до есть металлическая так но у нас в принципе машину можно поставить либо в гараж либо здесь все сейчас я улицу хочу показать и вот улица такая в принципе а вот по поводу лес это лес вот это или что ли леса полоса леса грибы такой можно собирать можно да но я просто уточняю все тогда я еще виноградик возьму можно а еще вопрос персик у вас большой вот этот калановидные ну знаете ты большие которые идут о извините абрикос я вас проверял но крупные которые короче но я тоже вижу что хороший да для лягушка живет виноград вот он как бы зеленые но он очень вкусно отлично так друзья посмотрели сейчас секундочку любимая зоне дала пусть то я говорю наталья петро на раббункере сидит на своем ну чё сняли дом за 30 миллионов вспотел я я ты ливере говорю я спать я ну чё он в этом месте то стоит этих денег но 30 миллионов кого такие деньги и сама знаешь но вместо конечно тут у них все необычно тут спору нет сравнивать но как тут все по-другому все подруг кстати тут жарче вот мы реально заметили я не знаю почему но вот или влажность или яму что что лес как-то тут не знаю почему ну как-то чувствуется по-другому температура не наоборот жарче не знаю почему вот и мы сейчас дом посмотрели получается думали что он отдельно стоящий дом сколько лир 5 5 200 и а он оказывается полдома не мы сняли мы так походили поснимали для зрителей наших кстати тебя зрители видят как я с тобой разговариваю привет всем передавать всем подожди сейчас сейчас я громко передавать зрительный привет не говорю не говори мы мы кстати а мы открыты любим опросе чтобы я звук отключил что-то будет говорить чего бы я отключил а понял есть и есть командир есть командир но мы один дом сейчас посмотрим и все уже да 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 слышу алло говорю нам один дом осталось посмотреть мы четверг едем краснодар четверг едем краснодар да 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 все давала поругала меня наталья петровна чуть-чуть как я всегда говорю мы открыты всем так чушь я хотел так сказать друзья тут стал чтобы никому не мешать домик посмотрели мы думали а он на самом деле отдельно стоящий а он оказывается или с какого года него продают объявление 2013 года представляет это что так долго него продают вот почему она нас распортированы руками встретила все понял да а мы пирожки кстати нельзя забыли ну ладно возвращаться не буду но они сильно не были аппетитно если честно так это чё дальше так едем дальше друзья сейчас я камеру разверну и поедем едем едем далекие края я обещал горячий ключ показать показываем сейчас машинки пропустим я помню как галина группе у нас говорила горячий ключ классно мир на все но не по деньгам но не покажет планете она кусается кусается но вот такие бы полдома у нас платила стола три с полмиллиона от силы от силы от учета что на 2 миллиона дороже кстати вот тут направо нам надо навигатор показывает дороговато конечно но слушай мне конечно вот ее подвал пони подвал а этот гараж что-то вот что-то подозри почему они доски подняли я понять не могу почему страна как-то зрители а ну подскажите почему как вы думаете так едем дальше 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 но этого я что-то не знаю на чипе каком-то называется и сколько вот куда мы едем сколько стоит 6 200 или вверх хорошо это все что дешевле николай санж было очень мрачный а ты миша да еще что дешевле было сутиле как и особняки поэтому особняки какие так ну тут видно ли я продаю 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 все продаю написано конечно чё за улица видишь а вот вижу так цветочного друзья цветочном и едем улица вот тут конечно пока цвильно пока все выглядит среди на все-таки широкая детишки бегут дома такие приличные но да тут прям улица широкая дом со сруба вот слева кстати он продается сушан увидел позвоним ради интереса сколько он стоит когда тут зрителям просто ради интереса да ну давай так 928 8455 678 сейчас я вам покажу так чтобы вот так она узнавая и спроси там ксушу не ну для вообще земли нету смотри сетка вот как натянута они разделили участок видна она узнава друзья сейчас будем звонить поэтому ради интереса чё трубку не дают алло здравствуйте а подскажите пожалуйста звоню вот мимо проезжали дом продаете выдаст скажите пожалуйста площадь какая у него сколько 137 а участочек небольшой до четыре сотки и сколько дом этот стоит 4 миллиона да а что там внутри вот то есть ванна туалет все есть до оси и второй этаж сделан правильно да 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 ламинат ламинат первый этаж плитка полностью на улице и в доме плитка и теплый пол правильно я поняла тёплый пол да первый этаж полностью есть батарея как есть в полке газ все подкручен да в дом не завели а вода хорошо а вода есть центральная или какая у вас вода центральная а септик 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 канализация нет 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 нету нигде центральная ни у кого там вообще септик да конечно все от все скажите пожалуйста торг уместен небольшой да небольшой да документы все в порядке да готовы к продаже скажите а он сверху покрыт у вас чем-то вот этот сруб да специально пишем номер кому интересен все хорошо спасибо вам большое всего доброго до свидания сколько миллиона дом слушаю у нас шерванки намного лучше просто у нас шерванки просто сказочный дом по-любому да да а сколько площадь у нее сто тридцать семь квадратов и три с половиной друзья кстати вам сюрприз ждет у нас шерванки будет дом сколько цена какая будет эльвир его миллион пятьсот шестьдесят это мы сейчас документы делаем на него там 15 так земли на самом деле усадьба шикарно ждите я обзор на него сделаю мы сейчас решаем вопросы с документами друзья дом сказка на самом деле хочу едем дальше едем дальше сейчас друзья камеру ставлю нас и едем дальше ну зато это ну блин 4 ровно 44 да и небольшой едем дальше ну что вы хотели горячий ключ это горячий ключ не ну тут конечно улицы мне очень какие улицы роги торно и дайте липой и где-то упреклара читаем и какой-то улице нет таки я обратил внимание видишь вот смотри дома на два хозяина разделенный как квартир но я очень много здесь вот еду и вот пока там прозванивала вот на ехали уля квартирные дома вы едем едем и вон церковь кстати да возможно да мы ее должны снять мы должны снять все отлично сейчас мы доедем до дома снимем вам его и поедем церковь смотри о чушь ты гавкаешь а здрасте это что за порода такая а это у меня зайти кого на куропа аэр куропа вот это что маленький курей продают жарят каких о перепелку мне напоминает она беременна или что это господи что воруют а и что ты и что ты а мы заезжали другой дом оказывается по пути да ты моя хорошая уже плюс такой а старенькая надо я так понимаю а сколько лет и или но эта девочка и вот она вот это максимум выросла до 10 лет родная моя да ты уже старушка да ты моя старушка подлизывается да а подождите я хороший человек вы ж не забываете да кстати меня вот не животными везет не желаю на самом деле гавкает но тут а тут я обижал ее один мальчик прошло время а вас дом саман турлук кирпич блок блок кирпичом да а сами откуда вы покупали приехали а чушь и сюда перебрали нас принесло не хочу ствери а ствери вы получается а чё обратно ну вы куда крым хотите крым наш а чё не нравится здесь вы как-то на фоне с носками не как-то это не аппетитно выглядит уже бы мне пес так нравится да я шучу что ты ну что ты что ты а я дурни на самом деле мне у меня собака 11 гавкала я говорю ты чё гавкаешь на мин раз 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 не пес на самом деле так а вот это что у вас это а этого систему все я понял здесь центральный водопровод или у вас своя скважина колодец просто видим из белоречки мод изучал вот у нас в основном своя скважина везде вот и почему я спрашиваю что это так ну ладно давайте я так сейчас буду задать вопросы можно просто для наших клиентов так что у нас тут фундамент кстати вопрос дом какого года приблизительно вы хоть помните 98 98 а какого а 2000 это у вас новый то что микрорайон да вот тот хочу вам это болит до спина да ладно вы притворяет я юморной так забор мы видим так ну на вес конечно ваш шикарный а не не надо все нормально я я уже снимаю мы с вами уже разговариваем так это нормально вы что люди то любят это живое вы что вы что вы наоборот радуетесь потом не мучили супруга да это так понимаю ну как зона под под качелю да да молодцы видно вот люди ухаживают вот такой кирпичом обложена вижу не не понравилось что он так снаружи такой да да он ребром кирпич а но они экономили получается что из-за этого я тогда вынужден так это у вас как терраска да я так понимаю безотходное производство не а вы понятно покупали но в каком плане иногда вы же покупали вот это бушные которые ну дешевые били вот так да я же почему говорю так а это у вас типа москва а вы любители осмотрю коряги да вот такое все делать а вас я не удивлю что в доме что-то будет такое красиво но для себя или на продажу делали а для меня все понял что да так но тут некрасиво мне не нравится конечно у вас единственное что цены конечно кусаются ну горячий ключ есть горячий я просто сравню наш белореченский за этого так колодец как это грунтовые воды далеко у вас я могу так открыть до посмотреть а далеко да ну я вот так до стачку беру вот так сейчас я так посмотрю а ну метро не не я вижу вижу вон я вижу да ну блин ну три метра точно 23 у тогда видно так уличный туалет ну да сад конечно у вас яблоня персик вишня я вот это что у вас я чуть чуть не могу вот черевишня подождите вот это что абрикос такая не подождите это персик похоже это персик похоже маленький абрикоса такая я первый раз такую вижу я первый раз такую вижу а вот персик большой плод хороший уже и он урожай давал в этом году то что мороз на рай а что все все так инжир это белый да у вас виноград так а то что у нас у вас вот я смотрю ход на чердак с этой стороны до глаз или а все я понял отлично вот персик это поздний персик а во-во-во-во вижу вот они плоды видно да это поздно молодцы вот молодежь у нас не хочет где а вот еще персик тоже такой же а что-то запах или мне так кажется то ли тухлятин или мне это показалось вот тут как будто может читать ну может быть что-то и трава же это это возможно трава вот здесь вот у нас был котовник дочка приехала взяла среду а может запах из-за этого и коты тут творили страшно о груша до груша яблони а вижу возле туалета у вас еще персик есть да вот персик смотри яблоки а яблоки как пахнут до в яблоки пахнут яблоки с этой стороны а вот видно что вот это ранее груша да да это ранее но в сад я смотрю это вы весь сами садили я все здесь сам уже собирались но у меня 1 2 3 4 до всего 66 поэтому я ничего с ним с ума сойти курили курили в детстве вот видите молодцы прям забетонировали тут да ну тут я же говорю мы собирались тут же приехали сюда для девчонки ушли вот смотрите ежевика эльвер смотри ежевика такая я никогда такой не видел смотри как она плетется с ума сойти не не я я да надо еще будет это да еще кисло кисло но она еще не спела у ребята и это не предел я смотрю у меня уважение к таким людям на самом деле вот у вас они одинаковы по сортам или ранее ранее и этот вот за за белой а за желтая сетка ваша ничего сколько у вас земли по документам 8 так получается у нас раз два и три черешня 3d дерево у вас а я а я подходил я супруг показал это что такое финик японский он еще он недавно только это вот это дома вот плоды я такое чудо еще не видел а в интернете вот от старых так вот это тоже ваши я так понимаю так мы тут принципе у вас преобладает орех грецкий грецкий и фундук ну и старая яблони но она не нужна она вам не нужна она не нужна слушай пес это преследует нас до сопровождает я думал камеру сейчас будет кушать иди куда иди мою ночь ну что ты что ты иди сюда ты что я же свой человек рожала да сейчас не рожает а а вообще ни разу не рожала а вы моя мальчика не могли найти а вот тут проходит не хозяева очень хорошие уже рассказал мусу да рассказал уже компостная яма а это я смотрю у вас соседи да вот что-то делают а речушка ух ты ж а ну это маленькая речушечка да и ерек но она никак и затапливает нет хоть вот она всегда вот такая рыба водится в ней не ну вы точно нет вдруг мои клиенты подписчики там друг так мы поменялись это поменялись эльвера туда перешла я сюда перешел мне лично нравится там пойдемте в дом сейчас покажете а вот тут что у вас там соседи соседи да не забор это понял что это ваш там у нас он эксклюзивный фундук который вот эти а почему эксклюзивные привезла дочка с грузии один такой кстати вот фундук я так покажу мнение я все равно покажу вот 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 крупно да вот смотрите на этом уже есть на маленький кустик а уже да 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 вот это будет такой крупный а тот и тот это вот такой длинный ничего разные сорта по жиле а я тут уже это я уже ваша супруга мне объяснила пока смотрю и соседние это от орех чуть-чуть Да, 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 он мне, можно сказать, загромождает, вот хороший кизил, он мешает. Я, кстати, был в одном доме, и кизил смотрел, у людей прям кизил посажено, прям очень много. Ну вот мы тоже. А, и у вас получается, это что, смородина или что такое? Да, это смородина. Смородина. Это аж черная, вот это смородина. Нет, это не черная, вон там черная. А это такая, ну коричневый цвет, да, да, у нее цвет такой, вишня, вот она, вишня, вишня майка? Бурая. А, бурая, а майки нету, да, у вас вишни? Нет, майки нету, но мы покупали майку. Майку? Да. Но потом не прижилась, да? Надурили. А, вот уже. Это, это знаете, как, подходишь, говоришь, а какой сорт, они говорят, а какой нужен? Да, 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 да. Вот, я всегда, когда мама моя ходит, покупает что-то, я говорю, май, никогда не говори, какой тебе нужен сорт. Ты скажешь, проси, задай вопрос, какой сорт, а потом уже по факту. Вот, вот груша, вон груша, и вот груша, вот, в этом году груша, видите? А, кстати, вот я хочу показать, вот, груша, первый урожай. Первый урожай. Сколько дереву лет? Ну, третий год. Третий год, да? Блин, урожай какой дает. Семь штук. С ума сойти. Что интересно, в прошлом году так, да, во-первых, семь штук. Ага. В этом году это... Подождите, вот это мы тогда четыре года дереву, да? Вот это мы? Четыре года. А этот я посадил уже по этому прошлому году. Ну, считай, что, скажу так, вот где-то лет шесть-семь, грубо, вот, саду сколько лет, в общем, вашему? Ну, пятый год жил. А, вы пятый год, и вот это все деревья вы садили? Да, да, да. Так, вот, друзья, вот, вот, получается, что за пять-шесть лет можно сад посадить. Все, отлично. Молодцы. Так, ну, мангал остается, да, этот? Да, все остается. Все остается. И колодец даже остается. Не, ну, колодец... Не, самая ценная колодец. Воды, вот, когда жарко, не хватает. У нас колодец мы и днем, и ночью, потому что поливаем, он мачки, я наполняю боски, вот же сланга, где идет насос, а с босик уже другой насос, я поливаю, и все, и все. Отлично. Поэтому у нас... Отлично. Вот еще грушка, но она еще молоденькая, да. Ну, я думаю, на следующий год уже это... Ну, она вымахала, она была вот такая. Низенькая была. Мне нравится, у вас вот инжир, вот, классно растет, персика много у вас тут. Молодцы. А вот, а вот у нас этот... Что это? Малиновое дерево. А подождите, плоды какие-то или просто дерево? Нет, плоды должны быть. Но он только второй год, собственно. Подождите, а плоды какие? Малина, обыкновенная малина. Вот эта малина? Да, да. Малина, но только с Грузией тоже привезена. Странно как. Я первый раз такой вижу. Вы почему здесь? А это у соседей бани, я так понимаю, да? Вот эта баня у них? Да, что-то такое у них там и чай в бане, и чай в сарае. Короче, новые покупатели приедут ходить в баню в пусте. Так, мы уже тут ходим 40 минут, еще в дом не попадем, да? Это хорошо. Уже 40 минут? Ну, 30 минут точно мы гуляем. Как его? Айва. Айва, да, вижу его. Это белый виноград у вас. Да, это все сам сажал. Вот что было здесь. Вот этот персик. Вот этот. И все. И дом. Кстати, от Соколь, Соколь у них блок или монолит? Монолит, да? Монолит. А там видно, пошли, чтобы попал. Давайте, давайте. Давайте. Это фотография, как как Эльвира, а молодого человека как? Николай меня зовут. А, Николай Николай. Да, да, да. Сейчас, сейчас. А, ФСК или монолит? Это монолит, фундамент, фундамент. И вот они его так заливали полностью. А, ну давайте. Да, вот, вижу, я вижу. Вот, вот, вот. А, все, я сейчас, я даже сейчас подойду специально покажу. Ну, вот монолит, да, высокий, вот видно. Да, да, да. Все, зафиксировали. Молодцы, да. Так, ну и, получается, блок, кирпич, печь и ссадин. Утеплитель и ссадин. А утеплитель это? Пеноплекс? Да. Пеноплекс. 30 миллиметров. Да, 30 миллиметров. И вот здесь, и сейчас дом такой, тёплый, мы зимой чуть-чуть протеем. А сколько коммуналка зимой выходит у вас? Отопление, я только за отопление не буду говорить. Самые отморозные дни были. Две, две двести. Две двести. Да. Если грубо, а у вас мусор вывозит, все нормально? Да. Сольник и суббота. А, даже два раза вывозит. Да. Это, и центральный водопровод. Да. Ну, я думаю, грубо говоря, сколько вот коммуналка зимой выйдет? Вот максимум. У нас? Да. Ну, я думаю... Ну, за раз зимой у нас получается две пятьсот. Ну, это грубо говоря. Да. Потому что отопление. А за свет в среднем в шестьсот, в семьсот, ну, бывает и четыреста. Ну, я же все время работаю. Не, понятно. Ну, получается, если в зимний период, вот так я, чтобы считать, от трех до пяти. Это с мусором, это с водой. Да, да. Я про это понял. Ну, а летом, понятно, решили. А, лет не бывает. А? Не, я опять не говорил. Я говорю от трех до трех с половиной. А, не до пяти. Я от трех... Так, идем дальше. Так, не бойся. Да, вот они. Так, ну, у вас... Как это? Как это? А он пойдет первый по камеру. Да. Вперед, Вася. Сколько? Тоже много лет песику тому? Восему нет. Так, ему пять лет. А, ну, тоже уже, в принципе. Ну, тоже девочки нет. Девочки. Короче, для той нету мальчика, а для этой девочки. Да. Водилик это. Так, а где у вас тут свет включается, чтобы было светло как-то? Давайте, включайте. Свет. Так, у нас. Вот здесь свет. А Ольги нету? Света есть? Да, я шучу. Говорит, свет свет, а Ольги нету. А, две стиральные машинки. Что у вас так много? Запасная? Да, сгорела. А-а-а. Она сгорела, мы ее привезли сюда. Все. И с горевшим, горевшим здесь. У нас не было там никому было отремонтировать. Надо отремонтировать. Она эксклюзивная, чисто сборка. А что в ванну больше не поставили? Да, как купили. Какая она была, такая. А, вы купили такую, да? Ну, я все, все, я понял. Я единственное, что здесь только теплые полы здесь. И все. Короче, получается теплые полы тут есть. Да, да. Отлично, молодцы. Очень хорошо. А тут теплые полы есть? Здесь нет. Нет, вот только порог. По порог только. О, это вы сами делали? Да. Молодцы. Я же говорю, вот я зайду к нему, что-то увижу. Мне что-то сказали? Нет, это я так на досуге сделаю. Молодцы, право. Это кровать. Красиво. А вот, да, вон спинку. Потому что он очень прав. Ооо, это наша спальня. Ну что, помещается двуспальная кровать смело. А, вот вы говорите нет. Смотрите, вот, пожалуйста, детали ваши. Да, ну это, это все. Молодцы. Просто мне не хватало времени для... У вас потолок гипсокартона это, да? Мы не знаем. Да, да, да. Гипсокартон. Так, стены сейчас. Ой, что-то я хочу. Мне вот нравится панно, как он сделан. Я подниму. Да, стены толстые. Прям видно. Покрывала. Что нравится, вы говорите? Вот панно. Купил одни обои, не такие. А, вы имеете в виду вот эта часть? Да, поехал, купил вот эти обои. Ну и ламинат у вас. И песик. Да. Мальчика ей надо. Что-то она как-то попой крутит, непонятно. Да, вон она же дама. А, дама, ну видно, что попой крутит. Так, это мы на второй этаж потом пойдем, да? Да, потом. Вот замучился обои и клеить вот эти. В смысле замучился? Ну переклеивал обои. А, так, это гостиная, да? Как она называется? Ну да. Это обои. Так, это гостиная. Это комната отдыха. У вас кондиционер. Кондиционер. Кстати, по мебели что-то остается у вас? Если с мебелью, то плод 6300. Ага. А если без мебели? А если без мебели 6200. Ну на 100 тысяч получается дешевле. Потому что мы даже больше. Мы им оплатили и за кондиционер. Или, ну... Не-не, я уточняю. Я ж хозяин-барин. Ну да. Мы так прикинули. С износом. Вот новый совсем. Это примерно, что это. Ну видно, что это. Не, знаете, я вот хожу по домам. Вот вроде бы они говорят, отопление не поменяли. В одной комнате один радиатор. В другой комнате другой радиатор. Я почему? Мы не брем. Че, мой хороший? Ля, хорошая. Их, видно. Тут были трубы. Ну, короче, что нас не... К вам претензий нет. Входная дверь новая. Так, а вот тут мы не были, да? А, это мы у нас все-все. Это кухня. Господи, я уже заблудился. Я уже... О, котел. Отлично. Новый котел. Отлично. Отопление меняли и сразу заменили. Все, сразу вонячи. Так, это... Так, это мы у них покупали. Уже было, да? Да, это было. Плиту купили тоже новую. У вас перцем болгарским так пахнет. А вы стоите возле перца. А, возле перца. А, все, все, я чувствую, что теплые полы тут есть? Нет, теплые полы. Короче, вы, вы, они сделали? Ну, короче, покупали. Не, я понял, покупали, так и было. Ну, я имею в виду. Да. Вы единственное, что обои вот такой переклеили? Да, да, да. Такой, косметический. А обои, а второй этаж, вообще, новый. Так, сейчас смотрим, давайте. Что-то, не было. Песик закашлял что-то. Во, воду попью. А вот тут что у вас? Просто шкаф? Можно? Да, шкафчик, конечно. А, нет, смотрю, труба просто заходит. Нет, нет, она туда проходит в ванну. Все, она закрыта. Это просто для... Не, бывает, вдруг там, я не знаю, скелет какой-то спрятан. А, ну, это бывает. Так, эту ванну я уже смотрел. У меня уже руках подъела. Это мы были, да, на второй этаж пойдемте. Вот здесь у них была маленькая спальня. Я с этой маленькой спальней делал здесь еще. И нишу такую. Кладовка, там загадка. Молодцы. Очень удобная. Ну, а что, пылесосы такое, что-то прятали? На одежды, которые вот сколько мы жили, ни разу не одевали. Которую ни разу не одевали. Она здесь не нужна. Я супруга ремонт сейчас сделаю, мы столько вещей. Так, ну, вот тут, ну, лестница удобная, кстати. Пусть она маленькая, ну, так я бы поширеню, так вот удобно. И, кстати, радует, что я вот тут не цепляюсь, кстати, вот бывают, вот, поднимаются люди. Не-не, удобно. Я же говорю, я делал все, подсидел. У-у-у. Да, классно. Здесь тоже туалет. Вывели, да? Мы не включаем, дети уехали на море. Здесь туалет, умывание. Ну, чё, чтоб вниз не спускаться. Так, ну, молодцы. Слушайте, мне нравится. Ну, по цене тут уже, конечно, не мне решать, но мне, в общем, дом понравился. Единственное, что вот здесь, конечно, ну, взять, это вот как гостевые, да, гостевая получается. Ну, вот дети. Дети, да, а так вот, если вдруг семья будет, покупать гипсокартон. Да, тут перегородка, там перегородка. А так они приезжают, дети. Я честно ожидал, будет жарче тут, честно. Жарче? Думал, жарче будет, но не жарко. Нет, тут утеплитель есть 10 миллиметров. Нет, нормально, помещение, я... А вот видите, потайнее. Зимой потайнее. Шкафчики, молодцы. Так, и я, а, вот, это получается к нему тоже, да? Да, и вот ещё такой вот шкафчик. А, спрятан, молодцы. Так, и вид на огород с этой стороны. Да, 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 там, там хорошо. Хабры только димой, телю, а теперь нет. Кстати, да, не, вид хороший. В принципе, сильно. Понятно, что соседи живут рядом. А вот вышиваю, а муж рапки делает. Не, молодцы, красиво. Ещё надо поцепить. Молодцы. Вот это всё выше. Ну, что, Эльвир, понравилось? И тут ещё шкафчик, да? Ну, классненько, тогда молодцы. В принципе... Туалет фотографировал. Ну, конечно, фотографировал. Не дают закрывать. Влящики валялись, вот. Пришлось сделать этажерку такую. А, ну, мы вот тоже что-то сделаем. Вот, согласитесь, кто захочет, тот всегда что-то сделать. Да, вот это, кто же что-то сделал. Слушайте, Ленинград 0, это, рабочий? Рабочий. С ума сойти. Это первый. Ленинград 1. Ну, это не, это Ленинград 2. Это Ленинград 2. Нет, я имею в виду, он первый, когда только появились. А, всё, всё. Да, его сразу купилось. С ума сойти. Слушайте, вот эти, у меня тоже, у тёщи, вот это, знаете, ну, как, не с патефонами, а с проигры пластинок. И мы поехали там, бабушки, и стоит в пыли, и резетку я так втыкаю. А он заиграл. Он заиграл. Я смотрю, год, знаете, какой, 60 какой-то год. Не, молодцы. Ну, пойдёмте вниз тогда. Вот, вот это тут душу не сделал. Не, молодцы. Тут... А вот рамка, простое, но очень это, мне нравится. А, вы имеете в виду, супруг тоже делает. Да, я говорю, а вон рамка, что он делает. А, это вот пластик. Я вышиваю, а он делает. Короче, получается. Слушайте, да вам надо на море продавать это всё. Семейный потреб. Да, ну а чё это? День класса. Подожди, а, это пенопласт, да? Да, да. Да, вот с виду фиг ты скажешь. Я думал, это дерево. Да, мы без рамка в другом. Вот, опять же, кто захочет, тот сделать. Молодцы. Самовар настоящий, медный? Настоящий. Слушайте, а ну год какой-то. Так, год, год. 1899 год, кстати. Да, да. Да, первый сорт. И вот это. А это для чего? Севастополя. А это вообще 900, 900, 900 третьего года. Да ладно. Да. Офигеть. Не тысяча, а 900. Я буду с ума сойти. Она вручную сделана. Вот это ещё кубаный. Вообще. А тебе же можно взять, а вот тяжёлая? Ну как бы вес чувствуется для такой малютки. Индийский. Ну мне интересно, для чего это? Ну, на 1 раз. Севастополя бабуля ему подарила. У него уж плавал. Прям для чего он сделал? Вообще молодцы. Я вам скажу. Для того, что татары подмываются. А, что вы не хотели на камеру говорить. Ну говорите, что естественно, а то б не безобразно. Ну ладно. Это представляете, в каком году? Да. Да, вот по сути. Как за собой следили. Да, они подмываются только так. А здесь вот на эти полки на зиму заносим цветы. Здесь так красиво делается. Не, вот наверху, на самом деле, я ожидал, будет жарче. Да нет, тут у нас только один. Нет, тут же, где ты все утеплил. А зимой там вообще прекрасно. Прекрасно. Да что ж ты меня... Я вот за какое-то растение оцепанулся, и у него локо чешется. Ваш дом не хочет меня отпускать. Ой, классненько. Вот это электросчетчик, да, у вас стоит, я так понимаю? Скажите, по поводу школы, садика, как дела тут вообще? Ну, нам надо ехать на маршрутке. Вы знаете, вот по вот этой улице прямо, где тиху есть? А, школа получается тут рядом, да? А, кстати, там церковь у вас еще дальше. Да, да, да. А садик? А садик чуть дальше. Ну, все шаговая доступность, я имею ввиду, все. А маршрутка у вас как вообще, вот где тут проходит? И тут проходит. Тут не маршрутка, тут автобус. Ну, ладно, автобус. Тут и десятка идет, а в основном вот... На перекрестке там первый, второй ходит. А как часто? Да вы знаете. Не, я имею ввиду до города, до центра, каждый там полчаса. Час. Не, каждый час был. Часто, чаще. А, чаще даже. Да, я же когда он лежит в больнице езжу в садик. Ой, все тогда. 10-15 минут. Ну, выгоняйте нас. Понравился мне дом ваш. Да. Вот, конечно, мы чуть-чуть... Да, единственное, что, конечно, ну, я прекрасно понимаю, цены тут, ну, другие. Ну, в общем, неплохой. Сад, понятно, это. Ну, вот, стены и крыша. 5500. Вот сама. Вообще ничего внутри, да? 3500. Мы были сейчас в доме 30 миллионов. Вы тут еще говорите нам это. А, ну, там и бассейн там. Да, во, вы прям точно сказали. Там все есть. Я все проискала. Спасибо большое. Все. А вы берегите себя. Что-то у вас много инфаркта, на самом деле. Сколько лет вам? 72. Ну, вы еще нормально выглядите для своего возраста. Только чуть-чуть бледновато. Ну, это может потому, что я говорю, приходят мне сегодня утро. Кто, риелторы, вы имеете в виду? Да, да. Ну, видите, я... Понимаете, у населения, ну, вот люди, которые приезжают у нас в основном, у людей ограничена сумма, на самом деле. Вот, ну, давайте вот возьмем... Сколько вы сумму сейчас сказали? Ну, если с мебелью... Ну, с мебелью. Вот, смотрите, возьмем вот 6... Ну, давайте, чтобы легко просто считать 6, я просто говорю. Ну, хорошо. Смотрите, вот возьмем... Вот люди приезжие. Люди приезжие. Ну, 6 миллионов возьмем у нас в Белоречке. Можно выбрать... Ну, намного лучше. Тут я врать не буду. Вот, а будут новые... Не то, что слово большой. Большой тоже не каждый нужен, вы же сами понимаете. Ну, мы говорим, что будет баня, будет гараж, будет сад. Поверьте мне, не хуже. Ну, пример. Но горячий ключ у него... Это горячий ключ. Это совсем другое. Из-за этого, да. Да, да. В основном, у меня мерз. Друзья. Ой, классные люди, да? Это... Посмотрели домик. Сейчас Эльвира пьет водичку. Эльвира, скажи зрителям, сколько он стоит? Площадь, сколько земли? Если не ошибаюсь, девятьсоток они сказали. Девятьсоток, да. Это девяносто четыре квадрата дом. Цена шесть двести. Это с мебелью? Это без мебели. А, шесть триста. Шесть триста, если... Да, вся мебель остается. Смотрите, друзья. На самом деле, продавцы очень душевные. Давай вот так проедем это. Давай. Сейчас потом выскочим там где-то. Продавцы очень душевные. Вот. Ну, как бы вы сами посмотрели. Все как есть. Без вырезаний каких-то. Я не могу сказать, что это где-то. Ну, мы... Вот не поверьте, третий дом, который мы посмотрели, вот в горячем ключе, я думаю, мы можем понять это где-то через... Ну, месяц два-три где-то вот так. Да, нам надо время, чтобы мы поняли. Да, посмотрели мы пока три домика. Сейчас мы хотим церковь, да, найти. Да, сейчас мы хотим его найти. Кстати, друзья, если вот этот дом вас заинтересует, позвоните мне, напишите. Мы расскажем, как бы мы его... Вот этот ролик впихиваем вот один день с Николаем Сомсиковым. Не будем пока его отделять, обзор. Я обзор на него не делал отдельно. Сразу вам говорю, не делал. Потому что мы пока изучаем. Так, церковь, церковь, церковь. Так, давайте камеру повернем. Сейчас, друзья, вот такой у нас район. Сейчас будем искать с вами церковь. Где-то мы ее видели. Да, я просто издалека видел. На самом деле очень красиво. А, подожди, это вот мы... Вот, кстати, храм написано. И это мы заезжали с тобой. А с каждой стороны заехали. Да, так вот церковь. Вот мы сейчас повернем направо. Что-то мне церковь хочется увидеть вблизи. А, вон она, я вижу. Да, да. Ну, видно уже несколько лет. Что, проехали по... Мне кажется, можно было там повернуть. Ну, давай. Ну, давай отсюда сейчас уже. А мне кажется, отсюда. Ты оттуда, я оттуда. Так, ну, давайте сюда. Храм. Посмотрим. А, нет, вот у него фасад. Вот фасад. А, нет, ну, сдалека он выглядел чуть по-другому. Он вообще рабочий. А, вообще... А, друзья, он вообще... Да, он вообще закрытый. Там видно, вот это висит цепь. Да, печалька. Ну, ладненько. Что есть, то есть, как говорится. Ремонт делал. Может быть, может быть. Да, может так, не может, чтобы такой храм был. Ну, да, храм был. Так, давай развернемся. И поедем с тобой домой. Так, давай сейчас покажем. Увы, если это... Так, сколько у нас уже время? 5.12. Так, друзья, сейчас 5.12. За бортом 30 градусов. Вроде бы вечерей должно меньше градусов быть. Оно что-то больше. Ну, видно, это здание. Вот строили-строили что-то. И у тебя прям заброшено. Ну, блин, лет 3-4, может, даже 5 стоит точно вот так. Так, давай налево, я думаю, повернем. Так, где у нас тут? Никого, ничего. А я такой обрадовался. Сейчас поедем. Увидим многоквартирный дом сдалека. А, это лесопилка. Это какая-то дама. Да, это лесопилка. А, вон многоквартирный дом с той стороны видно. И давай направо повернем. А, ну, это вот это мы заезжали. Друзья, закончился очередной мой рабочий день. Сейчас у нас получается полседьмого. За бортом плюс 28. Сегодня у нас 22 июля 2019 года. Мы сегодня с вами посмотрели дом в городе Белореченске. Мы посмотрели с вами квартиру в село Школьное. И мы посмотрели с вами 3 дома в горячем ключе. Как я и обещал, что мы планируем потихоньку изучать горячий ключ. Вот в таком формате вместе с вами будем его с вами изучать. Одни только горячие ключи, другие, да, города потерпите чуть-чуть, конечно. В горячем ключе мы посмотрели 3 дома. Один дом посмотрели за 30 миллионов. Другой дом мы посмотрели за 5500. Другой, если не ошибаюсь, за 6300. Конечно, цены в горячем ключе по сравнению с Белореченском очень сильно кусаются. Очень сильно. Вот возьмем за 30 миллионов мы посмотрели. Ну, конечно, он по-своему интересный. Но не каждому по карману. По городу покатались. Город интересный, в принципе. Ну, нравится, конечно, живописные, красивые места. Я имею в виду лес рядом. Да, в принципе, только лес и все. Как бы такие холмистые места. Я имею в виду горные места уже. В принципе, на этом закончим, друзья. Подустал, я скажу честно. Подустал. Расстояние сегодня мы прям хорошо мотанули. Мы сегодня проехали. Кстати, я показал вам дорогу от Хадыжинска до Горячего ключа. Там 45 километров, если не ошибаюсь. На самом деле, нехорошие дороги. Плохая очень дорога. Она измотала конкретно меня, когда мы ехали. Не знаю, почему. Как-то вроде расстояние не сильно. Но почему-то измотало. Вот. И сегодня мы, кстати, проехали. Вот я посчитал 280 километров. Вот так мы сегодня были в Белореченске. Потом в Горячем ключе оказались. Все, друзья. Закончили мой день рабочий. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за лайки. Спасибо за комментарии. Пишите, друзья. Люблю, когда вы пишете. И очень много пишите. Пишите очень много. Я практически каждый комментарий ваш читаю. Простите, если кому-то что-то не ответил. Либо я пропустил, либо я пропустил. Друзья, по-другому никак. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok